Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также у нас сегодня в гостях две мамы наших учениц, Оксана Дыкина и Елеонора Балашова, и также детки, которые сидят у нас в студии, мы вам их тоже представляем. Динара, первый вопрос к вам. Представьте, пожалуйста, сейчас ваша ученица будет танцевать, какой будет танец? Здравствуйте! Сейчас будет танцевать Елизавета Дыкина вариацию из балета «Дон Кихот». Уважаемые телезрители, давайте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Умничка! Спасибо большое! Динара, сколько лет у вашей студии? Студии «Артдэнс» в сентябре этого года исполнилось три года. Как возникла идея создания школы? Это моя специальность. Я обучалась в хореографической студии, в балетной школе имени Селезнева в Алма-Ате. Закончила моя специальность артистка балета. Это мое призвание. Я решила, что нужно будет открыть такую студию обязательно в городе. Уральске ее не было на тот момент. И сейчас, в принципе, я думаю, что нету. И основала студию хореографическую. Почему очень рада. Какой критерий у вас набора деток? От скольки до скольки лет? И что уже ребенок может быть что-то должен иметь или нет? В студию можно попасть с трех лет и старше. Три-четыре года. Дети могут приходить неподготовленные. Наша задача подготовить ребенка. Приходит ребенок на занятия. Преподаватель может посмотреть способности. Но 90% дети проходят в нашу студию. А эти 10? Почему? Есть какие-то ограничения, если нельзя заниматься физической нагрузкой. Если есть какие-то медицинские противопоказания. Тогда мы не сможем принять ребенка. А в основном, да, это не профессиональная школа танца. Это хореографическая студия. Мы готовим детей. Это и отличается от профессиональной школы, что 90% детей могут попасть в нашу студию. Как бы заниматься балетом и заниматься танцами. В хореографическое училище попасть намного сложнее. Там из 200, которые подают на поступление документы, проходят 1%. Там пожестче, да? Очень критерии. Там должны быть данные. Там по медицинским показаниям должно быть все на 100% зрение. Там должно быть... Они видят уже форму ребенка, как он будет дальше продолжать набирать вес. Или же... Ограничения есть в плоскостопии. Ну и так далее. Сколько уже деток у вас обучаются? Ну, у нас больше стадии детей обучают. Ух ты! Здорово! Спасибо. Какие виды танца вы преподаете? Вот это только на балете, да, основывается? Основа классический танец. И самое главное, это как азбука в школе, это как алфавит. И оттуда уже идут народные танцы, современные, современная хореография, и различные веяния в танцах. Динар, наверняка вы участвовали в каких-то конкурсах. Расскажите. Да, конечно. Мы участвовали в региональных конкурсах, на республиканских и на международных конкурсах. Какие места? Призовые места занимали. На республиканском конкурсе мы заняли первое место, на региональных, соответственно, тоже первые места призовые. А на международный конкурс мы выезжали, мы заняли уже вторые-третьи места. Сколько должно пройти времени от начала постановки танца, вот первый день вы начинаете этому танцу обучать, и до того, как этот танец можно вынести на сцену? Сколько должно пройти времени? При ежедневных занятиях должно пройти как минимум 3-4 месяца. Это должны быть нагрузки интенсивные. Мы занимаемся три раза в неделю, поэтому приходится... Если танец куда-то готовится на какой-то конкурс, то, конечно, это нужно будет уже не три раза в неделю, а ежедневно заниматься по часу, по два, чтобы подготовить один танец. По часу, по два? Да. А сколько танцев? Ну, к примеру, как? Это, наверное, группа, да? Или индивидуальное занятие? Как это проходит? Это групповые занятия по 10-15 человек. Как вы хотите узнать, как проводятся занятия? Да. Именно занятие начинается с... Это поклон в профессиональном балетном термине, поклон преподавателю. Становятся они к станку. Станок – это специальный атрибут для профессиональных балерин. Начинает разминку станка, движение. Как бы называть их не буду, французские термины. И потом они выходят на середину, занимаются. Далее идут прыжки, и после этого уже начинают отрабатывать движение танца. Это как бы разминка. Перед уроком нужно сначала размяться, чтобы потом уже начинать танцевать. А групп, наверное, несколько, да? Они разделяются, наверное, по возрасту? Ну, в нашей студии очень много групп. Они разделяются по возрасту. Группы с трех до пяти лет и так далее. С пяти до семи примерно, с девяти до десяти, с одиннадцати до тринадцати и старше. И сколько танцев, видов танцев обучается одна группа? Сколько они знают танцев? Ну, они знают различные направления. Я так не могу сказать, сколько они знают танцев. Они танцуют много довольно-таки. Мы не делим так, что у одной группы один танец, а у второй группы... То есть у нас нет такого, что один танец они танцуют полгода, а второй танец они танцуют следующие полгода. У нас есть накопительная база. Вот первые танцы, которые они танцевали, они и продолжают их танцевать. Они отрабатываются, становятся четче, потому что это все классические отрывки из балетов. То есть они не выходят из моды. Поэтому вот они и танцуют. Какие у вас ближайшие планы? Какие-то конкурсы будут еще? Да, поступают предложения на региональные конкурсы. Вот два предложения мне сейчас скинули. И мы готовимся на республиканские конкурсы. Мамы, к вам вопрос. Оксана, почему вы отдали именно на танцы девочку свою? На танцы, потому что она с самого раннего детства любила танцевать. Любила красиво танцевать, с улыбкой. Мечтала всегда о том, что она будет великой танцовщицей. Любит большое количество людей, когда на нее смотрят. Ну и потом педагог. Динара Нуржана сказала, что у нее есть талант, что ей надо обязательно развивать свое умение. Каких результатов вы ждете? Ну, во-первых, это красота движений у ребенка. Потом она сможет быть легко выступать на большой сцене. Даже если в будущем она будет заниматься какой-то другой профессиональной деятельностью, ей будет легко даваться большое количество людей. И танцы, ну, в любом случае, они формируют красивую фигуру. Они дисциплинируют ребенка. Она уже достаточно самостоятельная. Всегда везде собирается сама. Ну, и это хобби. Вы знаете, даже вот сейчас говорят о том, что дети много времени проводят в компьютере, но нам, к сожалению, некогда заниматься компьютером. Может быть, к счастью даже. Да, это, наверное, к счастью. В наше время это уже к счастью. Поэтому, ну, как бы и фигура, и спортивная подготовка, и возможность проявить себя везде и всегда. Так что я думаю, что это прекрасное решение. Это особенно для девочек. Оксана, любой ребенок, который занимается творческой деятельностью какой-то, это обязательно накладывает на него отпечаток в характере, в поведении. Как вы заметили какие-то изменения в своем ребенке? Да, конечно, она стала очень ответственная. Она сама готовится ко всему. Она знает, что ей надо подготовить. Она более решительная. И также вот в школе проходят конкурсы. Тоже ей все это помогает. То есть, ну, это везде повсеместно используется. И вот умение. Ну, конечно, да. Многие родители задают вопрос, ну, вот как так получается? Я говорю, ну, это труд ребенка. Конечно, надо ходить все время. Хорошие педагоги, это все вместе. Елеонора, как ваш ребенок изменился? Ну, она стала более уверенная, подтянулась, осанка стала устроенная. Самостоятельность. Сколько вы уже обучаете в школе? Мы обучаемся три года с основания студии Орденс. Пришли с пяти лет. Вот очень нравится. Она прям с удовольствием бежит на танцы. Тинара, вот в музыкальной школе, когда обучается ребенок, он должен помимо того, что он занимается в школе, обязательно заниматься дома. Вот у вас есть такое правило? Мы таких домашних заданий, как правило, не задаем. Стараемся освоить все в зале. Но у детей есть желание, они занимаются, слышала от родителей, они продолжают заниматься дома и оттачивать движение. Елеонора, наверное, на каких-то праздниках, торжествах ребенок обязательно показывает свои номера? Ну, да, она и дома танцует для всех. Гости, когда приходят, приглашают нас на торжества. Алина, сколько ты уже занимаешься? Я занимаюсь с трех лет. Сейчас мне восемь, я уже пять лет занимаюсь. Три года отучилась в Арденсе, два года на других танцах. Мне очень нравится танцевать. Это, мне кажется, придает энергии. Я, кажется, стала как-то, как-то изменилась. Как ты думаешь, как ты изменилась? Ну, к лучшей стороне. Какие тебе больше танцы нравятся? Ну, в основном народные, классические. Ну и так далее. Остальные все танцы мне тоже так нравятся. Алина, ты какие танцы больше предпочитаешь? Ну, мне все вообще нравятся танцы. Я много танцев люблю, народные, казахские танцы. А дома занимаешься тоже? Дома занимаюсь, конечно. Зарин, вот выходя на сцену, конечно, внутри вот это все переживание обязательно присуще любому актеру, артисту, актеру, музыканту. Как ты справляешься с этим? Ну, когда перед сценой я всегда волнуюсь. И мама всегда мне говорит, чтобы я не волновалась. Все будет хорошо. И я себе внутрь повторяю эти слова. И у меня как бы получается, я думаю, все. Почему ты занимаешься, пошла именно в танцы? Почему не в музыку, не в живопись? Ну, просто с маленьких лет я люблю танцевать. Это мне по душе. И я танцую из садика. Потом я ходила на разные танцы, но мне это как бы не очень нравилось. Потом я услышала об этой студии ArtDance и решил тогда пойти. И я там еще занимаюсь. Оксана, почему выбрали именно эту студию? Ну, потому что Динара Нуржанна закончила очень хорошее учреждение, которое дает настоящих профессионалов. То есть хотелось пойти именно к специалистам, которые ребенка прям с молодых ногтей поднимут у настоящего балерину. То есть вот когда есть полупрофессионалы, сложно отдавать, потому что могут сразу неправильно методику преподать. А здесь вот все идет под контроль Динара Нуржанна. Поэтому я считаю, что педагог должен быть очень образован для того, чтобы из маленьких детей что-то сделать. Динар, не могу не затронуть материальный вопрос по поводу костюмов. Конечно, сейчас многие мамы смотрят и думают, да, вот хотелось бы. Но я знаю, что в основном во всех танцевальных студиях костюмы шьют сами мамы. И костюмы выходят очень дорогие, до 70, там, и больше тысяч. Как вот у вас с этим дело обстоит? Костюмы студия предоставляет. То есть мы не собираем денег с родителей. В основном все костюмы, которые 99% сшиты, это все за счет студии Ardennes. А когда готовятся к выступлению, это в основном, я так поняла, шишечки, да, на детках? Да, это балетная шишка называется. Собирается из шпилек, укладывается невидимками, лаком, и надевается сверху сеточка. Детки все маме, маме, делается сами. И детки уже умеют сами делать, и мамы помогают, и администратор. То есть у нас есть администратор, она всем детям собирает шишечки. Любит очень детей. Алина, ты бы хотела дальше продолжить заниматься танцами уже, ну, к примеру, после окончания школы, допустим, образовательной? Да, очень бы хотелось, чтобы потом уже стать более профессиональной балериной, и чтобы поднять свой уровень танцев. Алина, ты? Мне очень нравится заниматься танцами, я бы тоже очень хотела после школы обучиться этому, ну, пойти выше, чтобы стать лучше. Алина? Ну, да, конечно же, я бы хотела продолжить мое хобби, это мне очень нравится, и, ну, да, заниматься, чтобы поднять свой уровень. Динар, у деток какое дальше, ну, допустим, это же у вас не училище, не какое-то учебное такое заведение, не высшее учебное заведение. После вас куда может пойти ребенок? Он может поступить в институт, допустим, хореографии? Да, конечно. Были такие случаи, когда детей приводят и говорят, подготовьте, пожалуйста, к хореографическому училищу. Девочка у меня, я занималась девочкой, она поступила в хореографическое училище в Санкт-Петербурге. Кто-то пробовался в Алматинское хореографическое училище. Это очень сложно отдать ребенку, если ты проживаешь в городе Уральске, отдать в Алмату, он будет там один, ну, как бы, в учреждении. Но в любом случае не каждый решается отдать, хотя данные в нашей студии ходят дети, у них очень хорошие данные. Я многих смогла порекомендовать в училище хореографическое, именно профессиональное, в котором нужно обучиться 8 лет, чтобы получить диплом артистки балета. Но не каждый, повторюсь, решается отдать своего ребенка. После хореографической студии можно будет по окончании школы им поступить в высшее учебное заведение, это в Академию искусств. Например, Академия искусств в Алмате есть, в Академии искусств в Астане, также в нашем городе Уральске. Можно поступить, конечно, это все по желанию. Есть основная база, главное, есть база, они знают все термины классические, они смогут это передать дальше детям. Динар, у многих в голове такое мнение, что девочка, девушка, женщина, которая занимается балетом, у нее абсолютно не хватает времени на семью, на детей, многие даже, наверное, не выходят замуж. Как ваше мнение по поводу этого? Я думаю, скорее всего, это мифы. Мои коллеги, которые работают в театре оперы и балета имени Абая или Астана-Опера, вы знаете, сейчас у нас очень большой театр, один из красивейших вообще в мире. Это Астана-Опера в городе Астана, в нашей столице находится. Там работают мои коллеги, практически все замужем, у всех есть дети, все построили свою семью. Я думаю, это все-таки, скорее всего, мифы. А как по поводу диеты? Соблюдают детки какую-то диету или нет? Или в таком возрасте можно кушать все? Что касается детей нашей студии, мы рекомендуем не кушать чипсы, кок-колу, не пить газированные напитки, не кушать сладости. Я думаю, сейчас все придерживаются здорового питания в основном, не кормят детей химией. Диету детям маленьким с 5 и 11 лет я не рекомендую держать диету, потому что это все-таки становление организма, нужно здоровое питание, богатое. Главное питаться здоровой и богатой пищей и не употреблять в рацион химию. Будет все хорошо. Были ли они, которые мучают себя всевозможными, просто капусточку кушают с гречкой и больше ничего? Это со скольки лет уже, наверное, кто в училище? В хореографическом училище, да, там, конечно, сажают на диету. Они занимаются по 7 часов в день, тратят очень большое количество энергии, постоянно нужна подпитка. То есть пищу здоровую требуется, в основном, белковую, потому что когда нагрузки большие, поменьше углеводов, это мучное, сладкое, булочки. Такие рекомендации дают, но, опять-таки, никто не может как-то заставить или рекомендуют питаться здоровой пищей. Не знаю, а у вас подготовлен еще один танец? Как он будет называться? В джазе только девочки, исполняют ученицы третьего года обучения. Вы пока представьте всех, кто будет танцевать, а я с девочек сейчас, уважаемые телезрители, я сниму петлички с девочек, которые будут танцевать. Исполняют девочки третьего года обучения. В джазе только девочки. Это классический танец с элементами джаза. Будет у нас танцевать Альвина, Алина, Жанар, Гульсизым, Сабина и Аянат. Стоим, девочки? Девочки, вы можете построить, да? Девочки, вы можете поставить танец. Нам надо убрать, да? Угу, угу. Нам надо губка, две недели, да, рыбки? Девочки, вы можете поставить танец. Я думаю, что вы можете поставить танец. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое, девочки. Можете взять свои стульчики. Идемте ко мне, кто сидел со мной. Кто сидел на стульчиках, берите свои стульчики. Динара, огромный труд это поставить какой-то небольшой танец, чтобы все детки слаженно, вот как сейчас, и выполнили все движения. Как это возможно вообще? Это по одиночке ребенок каждый изучает или вы сразу все вместе показываете движения? Это показывается по-разному. Как проходит вообще постановка нового танца, собирается группа, оттачиваются сначала по отдельности движения. Если движение не осваивается, оно заменяется. И постепенно это все происходит в группах. В основном дети у нас способны, поэтому это ставится. Тратится времени не так много. Скажите, пожалуйста, телефон вашей студии и адрес, где вы находитесь, для тех, кто, допустим, уже захочет отдать своего ребенка к вам. Телефон нашей студии 51-35-23. Мы находимся в проспект Достык, 172. Записаться очень легко. Позвонив по номеру, можно будет обозначить время. Наш администратор обозначит время, в какое время можно будет подойти на собеседование. Записаться можно в любое время, независимо от сезона, независимо от месяца. Да, независимо от сезона можно будет в начинающую группу записаться всегда можно. Уважаемые телезрители, как вы видели, дети, конечно же, меняются, если они занимаются творческой деятельностью. Отдавайте своих детей в музыкальные школы, в художественные, в танцевальные. Пусть дети развиваются и общаются с такими же одаренными детками. Вы смотрели молодежное ток-шоу «Кто, если не я?». С вами была Юлия Панкратова. У нас была в гостях танцевальная студия «Ардэнс». Всего вам доброго. Увидимся в следующую субботу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин